Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы русских шашек. Сегодня я вам расскажу о списке шашечной литературы, которую я рекомендую для покупки и прочтения. Вот, друзья, это моя, так скажем, шашечная библиотека полностью. Что-то я раздал знакомым, друзьям. В основном литературу для начинающих. Вот это все, что у меня осталось от моей шашечной библиотеки. Что, во-первых, должно быть у шашиста обязательно? Во-первых, это должен быть шашечный кодекс. Я живу в России, поэтому шашечный кодекс России. Тихвин, 2003 год. Это обязательно к ознакомлению каждому шашисту. Все шашисты должны знать, обязаны знать правила игры в русские шашки. То есть, если вы живете в Украине, в Казахстане, в Белоруссии, там свой кодекс. Я не думаю, что они отличаются. Дальше, что должно быть? То есть, это обязательно блокнотик любителю шашек и шахмат. То есть, открываем, смотрим. Вот партии, видите, играл с кем-то. Вот, все можно посмотреть, поанализировать. То есть, вот эти многие партии я играл 20 лет назад. То есть, интересно будет потом всегда открыть, посмотреть, поанализировать свои партии. Вот еще блокнотик, тоже тут порвался немножко. По-моему, чистый вообще нет. Тоже, вот видите, есть партии. Блокнот шахматиста. То есть, тут поменьше уже блокнотик. Но тоже можно записывать партии. Дальше, что обязательно к прочтению и любителям, и профессионалам. Это развитие комбинационного зрения, поэтому вот комбинации в русских шашках. Мастер Злобинский обязательно к прочтению. Далее, Эдуард Сукерник. Ленинградский мастер. Антология шашечных комбинаций. То есть, очень много шашечных комбинаций. Как раз приводятся ответы. Всем рекомендую для развития комбинационного зрения. Вот у меня есть раритет. Иван Пименович Козлов, Борис Миротин. Комбинации ловушки в русских шашках. Так. Физкультура и спорт. Москва, 62-й год. Даже вот, видите, есть чей-то автограф. Город Уфа. 23-е, 64-е. Всем рекомендую. Значит, есть книга комбинации международной шашки. Гроссмейстер Агафонов. Ну, это уже больше, конечно, для стоклеточников пригодится. Для русачей у нас свои книги. Так. Какие еще книги рекомендую для прочтения именно любителям? Романтика шашек. Гроссмейстер белорусский Вениамин Городецкий. По-моему, 7 или 9 изданий книга выдержала. Отличная книга для начинающих. Рекомендую. Владимир Голосуев. Ленинградский гроссмейстер. Играйте в шашки. Тоже отличная книга. Владимир Лангин. Загадки и парадоксы шашечной игры. Тут и про историю, как говорится, и про игру. И комбинации есть, и теория. Все есть. Шашечный всеобуч. Курс шашечных лекций. Книга вторая. Ну, даже вот не то, что для любителей и для профессионалов книга будет интересна. Очень много тут полезного. Кстати, есть и, так скажем, планы по самозажиму рекомендую. Вот тоже раритет. Русские стоклеточные шашки. Физкультура и спорт. 59-й год. Вот так вот. Ну, навряд ли, конечно, вы такие книги достанете. Вот. Григорий Хацкевич. 25 уроков шашечной игры. Белорусский мастер. По-моему, даже гроссмейстер. Один из чемпионов СССР. По-моему, неоднократный даже, да. Вот это обязательно книга должна быть у любителя русских шашек. Обязательно. То есть, тут и теория, и все там, все вместе есть. Все. Рекомендую. Шаус. По-моему, литовский мастер. Школа игры в международные шашки. Ну, это уже для стоклеточников. Дальше, что обязательно должно быть у шашиста. Ну, книги по началу партии. Вот есть различные монографии. Дебют, перекресток. Вот, то есть, отдельный дебют. Баку, 89-й год. Вот эта книга обязательно должна быть у каждого шашиста вообще, я считаю. Гроссмейстер Литвинович, мастер негра из Ленинграда. Курс шашечных дебютов. То есть, книга уже, видите, у меня уже разорвана даже. Очень старая. Вот даже, видите, что-то отмечал тут. Как говорится, сильнейшие планы. Красные можно отмечать. Побочные планы синим, чтобы было потом легче ориентироваться в книге. То есть, не бойтесь где-то подчеркаться даже. Всегда пригодится. Вот еще различные брошюрки. Перекресток. Отказанный, обратный кол. Вот дебютная энциклопедия. Высоцкий-Горин, по-моему, 6 томов уже вышло. Вот это четвертый. У меня всего три тома. Первый, четвертый и второй. Вот эти разные книжечки. А суть одна, как говорится. Василий Наумик, Игорь Парчук. Дебютная энциклопедия летающих шашек. Всем рекомендую. Есть еще энциклопедия летающих шашек Дружинина. По-моему, Борис Дружинин. Или Николай Дружинин. Не помню точно. Но у меня вот этой книги нет. У меня есть вот только такая дебютная энциклопедия. Хотя бы это. Тут, конечно, есть неточности. Во всех книгах есть неточности. Но для ознакомления вообще, что такое летающие шашки. То есть, жеребьевка, летающая шашка обязательно надо знать всем. Для понимания. Вот дебют городская партия. Баку, 89-й год. Оскар Паусеп. Это уже, так скажем, для старожилов шашек. Тоже они наверняка в курсе, что это такое. Берлинков, Ракитницкий, шашечная партия белорусских мастеров. Я тоже думаю, что у многих есть, так скажем, любителей и профессионалов, кто уже, как говорится, ветеранов игры. Далее, что обязательно должна быть? Должна быть литература по окончанию партий. То есть, вот старинная книга, энциклопедия, курс шашечных окончаний. Маломед, барский. Тут и международные, и русские шашки. Вот обязательно книга должна быть у начинающих. Вот это издание уже получше. Максим Федоров, гроссмейстер по заочной игре из Нижнего Новгорода. Тоже книга, как говорится, до дыр уже затерта. Это уже тут более, она, так скажем, меньше ошибок. И вот уже это лучшее, что есть на данный момент. Энциклопедия Эншпиля Максим Федоров. В трех томах. То есть, трехтомник. Вот, смотрите. Первый, второй, третий том. Вот это уже рекомендую всем профессионалам обязательно к прочтению и знанию многих позиций. Так, что еще есть? То есть, различные сборники партий. Вот чемпионат СССР, чемпионат России. То есть, 460 партий чемпионата России, город Адлер. Ну, это уже, как говорится, по усмотрению своему. Вот у меня есть много различных сборников. Далее. Различные журналы, шашки. Ну, это уже, как говорится, тоже по усмотрению. Тоже вот сын. Я читал журналы, а сын маленький раньше. То есть, любил их поразрывать. Надо постоянно было смотреть. Ну, это уже, так говорится, раритет. Ставь лайк, если знаешь, кто это такой в молодости. Легенда международных шашек, стоклеток. Вот это легенда, живая легенда русских шашек. Николай Васильевич. Фамилию не буду говорить. Ставь лайк, если знаешь, кто это. Вот такой раритет, видите. Так. Ну, еще какая литература у меня есть? Это уже различные монографии, так скажем. Вот раритет тоже. Зиновий Цирик, гроссмейстер. По-моему, четырехкратный СССР. Четверть века за шашечной доской. Такую книгу, конечно, вы навряд ли достанете. Раритет. Андрей Иванов, чемпион СССР. Путь к вершине. С шашками здесь как бы и о шашках, и юмор, и о жизни. Отличная книга, рекомендую. Значит, волшебник русских шашек. Герцензон Гершт. Это уже о Василии Сокове. Легенде русских шашек тоже. Евгений Кондраченко. Гроссмейстер из Белоруссии. Творчество Евгения Кондраченко. Тоже рекомендую. Очень много интересных тут партий. Комбинации различные. Но это уже, как говорится, для эстетов. Это вот именно творчество, красота, так скажем. Владимир Голосуев. Гроссмейстер. Шашечные парадоксы или избранные партии разных лет. Петербург, 95-й год. Всем рекомендую к прочтению. Мастер Савинок. Так. Сейчас возьму книгу. Тоже книга уже. Многие книжки, как говорится, до дыр. Зачитал, видите, порвалась. Тоже отличная книга. Как раз рассказывается о Блице. На самом деле это считается, конечно, легким жанром. Но это не так. Блиц это тоже, так скажем, интересная игра. Это уже даже не шашки. Это немножко уже другое. То есть в Блице и время очень важно, и позиция. Так. Василий Соков. Решетников Троцких. Тоже рассказывает книга о легенде русских шашек. Василий Сокович. Чемпион СССР. Гроссмейстер Соколовский. Игра в шашки по переписке. Тоже неплохая книга. Гроссмейстер. Владимир Яковлевич Вигман. Латышский гроссмейстер. Радость, творчество. Тоже отличная монография. Тут и с юмором, тоже и о жизни, обо всем. Значит, гроссмейстер Абациев. Этюды о шашках. Мастер Болотовский. Тоже интересная книга. Тут много, так скажем, редких вариантов. Рекомендую. Гроссмейстер Романчук. От Египта до Нижнего Тагила. Заочник. Тоже очень много интересных вариантов, интересных партий. Мастер Валантинас, по-моему, из Литвы. По следам шашечных сражений Шауля. 96-й год. Много интересных вариантов. Тоже рекомендую. Неожиданных. Творчество армейских шашистов. Гроссмейстер Виталий Габриэлян. Мастер Дрозд. Интересная книга. Гроссмейстер из Узбекистана. Маркел Фазылов. Мои избранные партии. Отличная книга. Обязательно всем читать. Много тоже интересных вариантов. Мастер спорта из Дальнего Востока. Андрей Николаев. Тоже интересная книга. Можно почитать. Друзья, подведу итог этому видео. Сейчас можно купить, как говорится, и шашечную книгу. И заказать книгу в интернете. Можно читать в интернете. Но я рекомендую покупать именно книжный вариант. Книгу именно по шашкам. Потому что пройдет 10, 20 лет, 50 лет. Эти книги достанутся вашим детям, внукам. Потом будете их листать, как говорится. Читать и будете вспоминать свою молодость. Всем рекомендую. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Я не прощаюсь. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok